Мы снова встречаемся с Дмитрием Мыльниковым и теперь он нам расскажет про другую интересную вещь, которая интересует многих зрителей. Это деньги. Да. Ну и не только деньги, да, и все, что с этим связано, в том числе с экономикой и откуда, в общем-то, деньги, для чего деньги и нужны, да, чтобы управлять экономикой. Вот, но начнем с базового, да, что такое деньги. То есть, можно открыть кучу учебников по экономике, по финансам, да, и везде будут определения, что такое деньги. Вот. И в большинстве этих объединений, определений всегда существует, что деньги – это особый товар, деньги – это специфический товар. То есть, деньги называются товаром. Ну, это как-то странно, вот с моей точки зрения. Да. Вот. Причем, изначально это идет от того, как это в капитале Маркса было сформулировано, что такое деньги, что он тоже их назвал товаром. Ну, экономисты более ранних периодов. И, в принципе, если смотреть раннее время, да, то да, там можно было сказать, что деньги – это товар. Когда деньги были металлические, да, то есть, в принципе, можно было в каком-то виде сказать, что деньги – это товар. Да, золото, то есть, столько серебра, столько медиа. Да, да. Вот. Но, когда начинаешь анализировать, то очень быстро выясняется, что ничего, то есть, в одном из учебников написано, что деньги – эквивалент труда, потраченного на производство товара, был эквивалент труду, потраченного на производство золотых монет. Начинаешь разбираться – ничего подобного. То есть, никакого эквивалента труда в монетах золотых не было. То есть, у них стоимость была совершенно другим образом определялась. То есть, там основная была – это стоимость золота. Стоимость труда на производство, на чеканку монет, она очень небольшая. Ну, то есть, монетные доверы брали там 0,2 процента, да, 0,02 стоимости от того, что они на чеканили. Это очень немного с точки зрения трудозатрат. Вот. А стоимость золота определялась не затратами, не трудозатратами на его добычу, а тем спросом со стороны элиты на золото, да, в том числе для того, чтобы эти деньги чеканить. И они были готовы платить за него гораздо больше, чем… Почему им было выгодно это золото добывать, да. Вот. То есть, это не был эквивалент трудозатрат. Это была некая условная стоимость. Спрос. Да, спрос. А сегодня, если мы посмотрим, да, когда мы говорим о безналичных деньгах, об электронных деньгах, они в принципе уже не являются товаром. Согласен, да? Бумажные деньги не являются товаром? Бумажные деньги не являются товаром, да. Причём, если мы говорим про металлические монеты, да, то там очень часто возникает ситуация, когда стоимость чеканки мелкой металлической монеты выше, чем её номинальная стоимость. Один рубль стоит дороже, чем на него можно купить. Соответственно, нет никакого эквивалента, там другой принцип работает. Хорошо, деньги как бы не товар, что это? И когда я начал это всё анализировать, я в конечном итоге пришёл к выводу, что деньги – это в первую очередь средства учёта чего-либо, то есть, мы смотрим функции денег, средства обмена, средства накопления, средства платежа, и везде у нас так или иначе присутствует функция учёта. А уже потом к этой функции учёта добавляется что-то ещё. И это очень хорошо проявляется в электронных деньгах. Что такое электронные деньги? Это просто циферки в компьютере. То есть, с помощью чего мы можем что-то учесть. А что? Дальше возникает следующий вопрос, а что же мы учитываем с помощью вот этих денег? Давай посмотрим на ситуацию, когда у нас денег нет. Мы обмениваемся, у тебя есть 10 килограмм зерна, у меня есть пальто. Ты говоришь, давай поменяемся, у меня есть зерно, у тебя пальто. Поменяемся, мне пальто нужно, а тебе зерно нужно. Давай, хорошо, меня устраивает. Мы договорились. Во-первых, там есть момент договора, то есть, согласие об обмене. А дальше я тебе даю пальто, ты мне даёшь зерно. Что получилось? Права мои на пальто перешли к тебе, теперь пальто тебе принадлежит. А твои права на зерно перешли ко мне. Тебя забирает зерно. Ты права на зерно передал и получил в виде денег некий потенциальное право востребовать какой-то другой ресурс. У кого-то другого. Потом ты приходишь ко мне и говоришь, у тебя пальто продаж мне за 100 рублей, за 200 или за 1000 рублей, сколько там определили цену. Я говорю, ну да. То есть, ты свои потенциальные права обменял уже на конкретный товар. И мне снова передал эти потенциальные права в виде денег. Значит, что нужно, чтобы эта система функционировала? Нужен кто-то, кто будет гарантировать, что эти потенциальные права могут превратиться в реальные права. Деньги будут приняты в качестве средства платежа. За что-то, за товары, за услуги, еще что-то при обмене. Значит, нужно государство, либо некий аналог государства, какая-то силовая структура, когда мы берем, как это ИГИЛ их тоже называют государством, фактически эти бандитские структуры, они выпускали свои деньги, заставляли население отдавать товары и обмениваться товарами на эти их суррогатные деньги, выпущенные ими. Или берем период гражданской войны. У нас временная какая-то власть, они тут же печатают свои деньги. Понятно, что там инфляция, покупательная способность денег низкая, но тем не менее, они говорят, не будешь брать, мы сейчас тебе ай-яй-яй. Ну, или суррогатные деньги в виде кирпича. Дядя, купи кирпич. Гопники в 90-х продавали кирпичи. Тоже был такой… Водка, например. Водка как эквивалент обмена. То есть, понимаешь, мы передаем права на что-то, в том числе, с помощью денег. То есть, это просто система учета вот этих потенциальных прав на получение товаров и ресурсов. Следующий интересный момент. Насколько деньги хорошо справляются со своими функциями. Вот смотрим, средство обмена. Там читаешь учебник, написано, оно позволяет операцию обмена одного товара на другой разнести во времени и пространстве. То есть, у тебя есть товар, ты его сначала обменял на деньги, потом ты перешел в другое место и через какое-то время, через месяц, через год ты взял эти деньги, поменял на тот товар, который теперь тебе нужен. Ага. Замечательно. Но, мы все знаем, что у денег есть инфляция. И у них покупательная способность постоянно меняется. То есть, это означает, что с функцией переноса во времени они справляются плохо вот этих прав. То есть, ты получил одни права, а через полгода эти права у тебя уменьшились. Ты уже можешь другое количество товара на них получить. То есть, у тебя куда-то права улетучиваются. И иногда пишут, что деньги есть, эталон обмена. Нет, ребята, эталоном деньги не являются. Они могут являться временным эквивалентом, на то время, когда у них цена не сильно стоит, покупательная способность не сильно меняется. Но эталоном они не являются. Почему? Что такое эталон? Вот возьмём эталон метра. Это всё, это что-то такое уже незыблемое? Вот мы его зафиксировали. Вот есть в Париже эта палата, как она называется, меры весов. И у них хранится этот из специального сплава, вот этот металлический метр. Он, правда, с 60-х годов уже как эталон не используется. Он чисто как историческая реликвия. Потому, что сейчас мы через другие физические параметры более точно можем измерить длину, через волновые процессы, через оптику. Но, тем не менее, у нас есть некий эталон, который неизменен для всех. И что? Когда они этот эталон сделали, они с него сделали копии, максимально точно, насколько смогли, разослали по всем странам, кто принял эту метрическую систему. И у нас в Москве тоже есть такой эталон металлический, который хранится. И вот он использовался какое-то время в качестве основы для всех остальных измерительных инструментов. Мало того, если начинаешь когда техникой заниматься, или у нас геодезические измерения, то есть там есть понятие поверки измерительного инструмента. Чтобы обеспечить единую систему измерений в государстве, существуют вот эти специальные лаборатории, и ты каждый полгода или год берёшь свой инструмент и идёшь туда, и его поверяешь. Там разность в промежутке времени, где-то 3 года, где-то 5 лет. Ты должен его проверять, что он не потерял свою точность. или ты покупаешь новый инструмент, тебе должен выдать сертификат, что он поверен, что он соответствует соответствующим стандартам. Это эталон, а деньги эталоном не являются. То есть они постоянно меняют свою стоимость. Дальше двигаемся. Получается, что мы получили права на какой-то… Я пришёл работать. Что я продаю? Я продаю своё время на работе. И за это время мне платят деньги. Причём время моё может стоить по-разному. То есть время разных людей. В зависимости от того, какое у меня образование, какая у меня квалификация, насколько уникальную работу я могу делать. То есть понятно, что будет разная стоимость времени. Но тем не менее, я всё равно продаю своё время. То есть в виде труда, либо ещё что, я могу физически трудиться, а я могу физически и не трудиться. Или вот охранник сидит, он вроде как физически особо ничего не делает. Он просто сидит на стуле, смотришь, чтобы никто посторонний не заходил. Но тем не менее, время он тратит. Здесь смысл в чём? То есть если чуть-чуть назад отодвинуться, то есть что мог человек? Он мог работать на себя, то есть я как человек должен себя обеспечить продуктами питания, крышей головой, обеспечить себе выживание. Натуральное хозяйство. Я могу уйти в леса, как эти староверы жили в Тайге. У них ни денег, ничего нет, они сами по себе, у них избушка, они вели натуральное хозяйство, как-то выживали. Я тоже могу так поступить и выживать натуральным хозяйством. Понятно, что это большие трудозатраты, нет разделения труда. То есть я должен очень много всего уметь и большинство людей так и не смогут выжить, если уйдут на натуральное хозяйство. Я могу пойти наняться на работу, работать на кого-то, на нанимателя, но он мне при этом должен заплатить столько, чтобы я мог обеспечить своё выживание. Я отдаю ему время, он мне отдаёт часть тех ресурсов в виде зарплаты, которые я произвёл. Не всё. Понятно, что он себе что-то оставляет, то есть я получаю часть ресурсов, которые я потом должен обменять на что-то, на нужные мне продукты и так далее. И получается уже за счёт инфляции меня постоянно эти права забирают. Время крадут. Крадут, да. Для чего введена инфляция? Когда я стал об этом задумываться, я очень быстро понял. Для того, чтобы люди не держали деньги. То есть у меня есть деньги, я их должен тут же потратить. То, что я не потратил, я должен либо принести в банк, обратно вернуть в систему, либо я должен их как-то инвестировать с какими-то рисками, с большими, с маленькими. Но я их всё равно должен, если они просто лежат, как у нас говорят, под матрасом или в банке, в стеклянной смысле, не в таком банке, они обесцениваются. То есть это специально созданный механизм, это такой скрытый налог на накопление в натуральной форме. меня уже начинают как бы обирать. Дальше смотрим. Кредитная система. Для чего вводится кредитная система? То есть я могу пойти взять кредит. Под проценты. Проценты у нас достаточно высокие. Вот в России. То есть это потом мы к этому ещё чуть вернёмся, почему такие проценты. И дальше я вроде бы деньги получил, купил то, что мне было нужно, и потом я в какое-то время их возвращаю. Значит первый момент, на котором я хочу установить, потому что в комментариях, это точно будет под роликом, в комментариях как говорят, вот процентная система, деньги в рост, вот значит это всё работать не может, потому что вот у нас есть там, грубо говоря, 100 рублей, мы их дали в кредит, 20% накинули, вот 120 надо вернуть, а откуда возьмутся эти 20%? Вроде им взяться неоткуда. 20 рублей. Значит кто-то должен эти 20 рублей дополнительно допечатать. И у нас вот из-за этого типа будет инфляция. На самом деле всё немножко не так. Значит система может работать прекрасно с процентами и без дополнительных денег. Почему? Потому что деньги, которые выданы в кредит, мы не должны вернуть одномоментно. Если бы мы их взяли в один момент, все взяли кредит, а потом конкретно во время времени мы должны были прийти и все отдать уже не 100 рублей, а 120. У нас этих 20 рублей нет, мы их где-то должны снаружи взять. На самом деле у нас происходит не так. Мы взяли кредит, а потом мы постепенно частями его отдаем. И мне не нужно 120 рублей. Я его даю по 10 рублей каждый месяц. То есть что означает, что я буду 120 рублей отдавать? Я буду отдавать не 10 месяцев, а 12. То есть на самом деле просто система кредитов создает у меня зависимость во времени. То есть я получил деньги, что-то купил и потом я их отдаю, но если бы я взял один в один, я бы их отдавал один год. Если я их взял под проценты, я буду не один год отдавать, а два года, три года. То есть я буду просто работать, зарабатывать что-то. И вот это свое право на получение каких-то ресурсов я буду постоянно передавать банку. Но отдать-то все равно нужно больше, чем взял. Нет, смысл в чем? Деньги – это средство учета, это средство обмена. Реально вопрос не в деньгах, которые учитывают вот этот обмен, а в том труде и в том ресурсе, товаре, который будет произведен. И вот я произвожу товар, какую-то часть его получаю в виде зарплаты. И я его отдаю банку. Но не весь какой-то кусочек. И вот тот товар, который я произвожу, деньги здесь новые не появляются. Деньги крутятся в экономике. Вот я произвел новый труд, получил за него оплату в виде десяти рублей. Эту оплату предприниматель мог в этом же банке взять. Он взял в банке, мне дал десять рублей, я пришел, банку вернул. Собственно, деньги новые не возникли. Они обернулись внутри экономики. Но я свои права на какие-то возможности получить товары и ресурсы передал банку. То есть, так бы я эти деньги мог потратить на что-то нужное. Но раз я у него раньше эти деньги взял, то я ему вернул прав не на сто рублей, я ему вернул этих прав на сто двадцать рублей. То есть, он получил дополнительные права. И когда мы смотрим, экстраполируем это на экономику в ценах, у нас что получается? Получается, что основные права на распоряжение ресурсами и товарами в конечном итоге переходят к финансовой элите. То есть, вот эта вся финансовая система сегодня работает как система перераспределения прав на имущество, на ресурсы, на товары, на ту же землю в пользу элиты, которая контролирует финансовую систему. Постепенно к ним переходят права на землю, постепенно к ним переходят права на все производство, постепенно к ним переходят права на все ресурсы, которые есть. Хороший способ. И кредит, опять же, вот смотри, как у них раньше было. Вот как нам сделать, чтобы люди вкладывались в экономику. Вот у них там есть нижний класс, средний класс, бедняки, средний класс, еще кто-то. Вот надо сделать, чтобы они не у себя хранили эти деньги, а вкладывали в экономику. Они придумывали разные механизмы, как их простимулировать, как их заинтересовать, такие ставки, такие ставки. А сейчас они решили, что когда много людей, много сложных социальных процессов и сложно предсказать их поведение, у них бывают какие-то истерии, они могут себя непредсказуемо повести. Значит, что нужно сделать, чтобы стабилизировать систему? Нужно просто их исключить из процесса. И что они делают? Они вводят систему кредитования, когда основная часть населения не имеет запасов, не имеет накоплений, а просто живет в кредитах. И в результате получается как? Я получил нужные мне товары и услуги, которые я хотел иметь, которые нужна была большая сумма. Но при этом у меня нет излишков, мне нечего вкладывать в экономику. От меня ничего не зависит. Я получаю зарплату, я расплачиваюсь по кредитам. Я живу в долг. То есть, никаких прав ни на что? Я не могу влиять на те процессы, которые происходят в экономике. Потому что я просто как потребитель потребил. Мне сказали, будет так. Меня исключили из процессов, которые происходят при принятии решений. Что развивать, какие производства строить, куда двигаться. Я просто отрабатываю свою зарплату, получаю денежку. Я уже в кредит получил дом, машину, даже образование получил в кредит. И я просто до конца жизни этот кредит погашаю. У меня не образуется излишков средств, которые я мог бы куда-то тратить. Опять же, если у нас есть группа людей, у них есть излишки, они могут объединиться. Эти излишки как-то сложить вместе и что-то организовать. А раз у нас нет излишков, мы уже не можем не организовываться. Мы не можем никак противостоять вот этой элите, которая у себя сконцентрировала все права. Только кредит отдать. Только кредит отдать. Поэтому все должны жить в кредит. Сейчас вся система выстраивается так, что все должны жить в кредит. Интересное соображение. Чтобы не мешать элите рулить всеми процессами. Следующий момент. Что такое власть? Власть, владение. А власть это тоже возможность распоряжаться какими-то ресурсами, товарами. Причем сейчас это зачастую в денежной форме, но на самом деле деньги не главное. Вот смотри, у нас есть какие-то товары и ресурсы. И на эту сумму у нас есть деньги, которые в экономике обращаются. То есть, если объем денег и объем свободных ресурсов, которые можно обращать, они более-менее соотносятся, у нас покупательная способность денег стабильная. Если у нас количество денег резко возрастает, у нас инфляция, у нас покупательная способность денег падает. Почему? Потому что если когда-то потащите деньги, объединяйте на товары, выясняется, что товаров не хватает. Вот. И если ты не можешь просто безнаказанно печатать бесконечное количество денег. И они уже давно поняли, они это прекрасно понимают. Все равно должны быть ресурс. Все равно вопрос упирается в то, что есть у тебя эти избытки ресурсов или нет. И что такое капиталистическая прибыль? То есть, да, она выражается в деньгах, она учитывается в деньгах, но по сути это происходит ли у тебя образование излишка ресурсов и товаров или нет. То есть, да, мы организовали производство, мы какие-то ресурсы на него потратили, мы привезли какое-то сырье, мы что-то произвели. Вопрос, то, что мы произвели, оно в конечном итоге больше того, что мы потратили или нет. Если больше, то у нас будет прибыль. Если меньше, то у нас будет убыток. Это в натуральном выражении. Финансово мы можем сделать так, что предприятие, которое эффективно с точки зрения ресурсных расчетов, будет финансово несостоятельно. Почему? Потому что мы определили такие цены, при котором оно оказывается убыточным. Грубо говоря, мы у них покупаем вот этот произведенный товар за очень низкую цену. И в деньгах оно становится убыточным. А с точки зрения непосредственно материального производства оно очень эффективно. И вот во всех развивающихся странах большинство производства не по этой схеме и работает. То есть, они с точки зрения производства очень эффективны. Но с точки зрения, когда начинаешь смотреть финансовую часть, у них там есть, как вот у нас, офшорное предприятие, которое здесь покупает за копейки товар, а за рубежом потом продает за большую сумму. И вот основная часть прибыли остается в этом офшоре. А это предприятие с трудом сводит концы, которое непосредственно занимает производство. С трудом сводит концы с концами. И оно вроде как убыточное. Но оно убыточное только с точки зрения финансового учета конкретной страны. А с точки зрения именно материального учета, оно очень эффективно. И соответственно, у нас вопрос-то стоит какой? Вот эффективно ли наше производство с точки зрения материальных ресурсов? Наша имеет в виду какой? Любое, которое мы анализируем. То есть, если у тебя нет материальных ресурсов, нужно инвестиции. Что такое инвестиции? Это разрешение. То есть, тебе вроде как дают деньги, но на самом деле дают разрешение какую-то часть вот этих излишков ресурсов употребить, чтобы организовать какое-то дело. Если ресурсов нет, сколько тебе денег не давай, ты не сможешь ничего построить. Ну, что только. Ну, напечатали тебе какие-то деньги, а если не на что их обменять, ты ничего не построишь. Все равно вот этот излишек должен быть. И фактически власть – это возможность вот этим излишком распоряжаться. И сейчас то система как выстрелена, фактически любой товар практически очень быстро переходит под контроль вот этих торговцев, посредников. То есть, предприятие, чтобы жить, оно берет кредит, оно должно как можно быстрее продать товар, может быть даже не по самой выгодной цене, чтобы опять же этот кредит отдать. Товар попадает посреднику. Почему? Он может лежать на складе у предприятия, но он у посредника уже. Право на товар перешло к посреднику. Почему я говорю, что вот эта финансовая система, это система перераспределения в первую очередь прав распоряжаться, а не самих даже товар. То есть, вот у нас есть в Лондоне биржа металлическая, они занимаются определением ценной металлы. И большая часть металлов торгуется вот через эту лондонскую биржу. Но на самом деле они не везут весь металл в Лондон. Мало того, они эти сделки все проводят так, что как бы завод сразу гружает металл непосредственно у потребителя металла. Но формально, с формальной точки зрения все проходит через них и основные сливки они снимают в себе. То есть, происходит перераспределение прав. Ну или у нас в России пример, экономика, спад, кризис, все. Вчера на РИА новости заметка. Вот Герман Греф выступал, сказал, что в восемнадцатом году банки получат рекордную прибыль. И в этом единственная отрасль, в которой идет нормальные показания по прибыли, это банковский сектор. Возникает вопрос, а как так происходит? Причем в банковском секторе зарплаты самые высокие, а в сельском хозяйстве зарплаты самые низкие. То есть, произошло перераспределение прибыли в пользу финансовой элиты. То есть, и они получили право распоряжаться вот этими излишками, ресурсами. То есть, понятно, что какой-то ресурс непосредственно пошел на обеспечение. Он там прокрутился, внизу остался. А вот излишки в конечном итоге права на всех перешли к этой элите. Причем смотри, что они сейчас интересную модель какую сделали. Если раньше элита должна была, возьмем лорда британского, у него есть его замок, у него есть территория, у него есть вассалы, он должен о них заботиться. И вот изначально экономика науки экономики, это о том, как вести хозяйство. Именно с точки зрения ресурсов, материалов, запасов. Сколько нужно посеять зерна, чтобы его хватило на следующий год. Вот как это рассчитать, вот у меня столько людей в подчинении, вот у меня такой запас нужно сделать. Вот они этому учили своих, значит, детей. Этой экономики. Натуральной? Натуральной. Понятно, что в какой-то момент для учета стало удобнее использовать деньги, но тем не менее, все равно расчет шел через реальные ресурсы. Сколько нужно запасти. И вот этот лорд, он отвечал за это все. Если он не запас ресурсов и не перезимовал, он виноват. То есть, они занимались непосредственно обеспечением материальных процессов. Процессов выживания, процессов нижнего уровня. А все остальные просто им прислуживали. А сейчас они, вот эта элита современная создала систему, когда они фактически управляют только финансовыми потоками, могут дальше всех остальных заставлять крутиться и решать все остальные вопросы. Люди сами себя обеспечивают, но при этом они добровольно им отдают большую часть прибыли, большую часть избытков, которые происходят. И элита просто за счет вот этой контролируя финансовую систему, она перераспределяет эти ресурсы на те задачи, на те процессы, которые им кажутся более важными и нужными. То есть, элита занимается финансовой? То есть, они сократили количество процессов, которые надо контролировать до минимума, фактически до уровня финансовой системы. За все остальное отвечает кто-то еще. То есть, там понятно, что есть промышленная элита, но это уровень ниже, только владелец завода. Валентин Юрьевич Катасонов говорит, что внизу стоит производственный капитал, над ним торговый, а еще выше финансовый. Получается, вот эта финансовая элита, она устанавливает правила игры. Вот это дорожает, это дешевеет, выгодно этим заниматься, и производство, торгаши начинают туда идти. А что дешевеет, они просто бросают. Куда дадим кредиты? Сюда дадим. В конечном итоге это означает, что есть излишек ресурсов, на которые у них есть права, они разрешают тебе его использовать. То есть, когда какие-то межгосударственные крупные вещи, там всегда вопрос в первую очередь будет стоять не о том, сколько денег потратить, а можете ли вы физически это реализовать, этот проект, если у вас необходимые ресурсы. А уже потом встает вопрос денег. Потому что если у вас нет ресурсов, вот этот северный поток, два или там, вот сейчас в Китай мы тянем газопровод. Если мы физически не можем эти трубы произвести, сколько нам денег не даваем, мы этот газопровод не построим. То есть, мы сначала должны решить материально-ресурсный вопрос, а потом уже сколько под это денег, а дальше уже этот процесс запустится. То есть, все равно ресурсный вопрос он остается, как бы материальный. Просто он завуалирован и он скрыт от большинства людей. Но сейчас они приходят к чему? Что они пытаются на себя переписать все права. А к чему-то я самое главное подошел, что государство, вот у нас сейчас считают, что все за все отвечает государство. Что такое государство в сегодняшнем виде? Да, оно обеспечивает интересы элиты, защищает интересы элиты. Но самое главное, что у нас есть некоторые задачи, социальные, для которой нужно ресурсы объединить. Общественный ресурс сделать. Сообща, решать вопросы обороны, здравоохранения, обучения, еще какие-то социальные поддержки пенсионеров. Как это делается? За счет налогов. Налоги складываем в общую копилку и сажаем чиновника, который этими налогами распоряжается, решает эти общие вопросы. То есть, чиновник в современном государстве, он не распоряжается всеми избытками ресурсов. Он распоряжается только тем, что ему собрали в качестве налогов. А большая часть ресурсов остается не в его контроле. В капиталистической системе. Действительно. Понимаешь? И отсюда возникает проблема, что да, что-то у нас тут государство не может справиться с вами обязательно, потому что у него количество ресурсов ограничено. Да, он тоже получает власть. Но он получает власть только в том объеме, в котором у него есть ресурсы, собранные в виде налогов. И если ему не хватает, что он говорит, ну давайте тогда в кредит. Возьмем кредит у коммерческих структур. Вот вчера смотрел очередной ролик. Силуанов объявил, что со следующего года бюджетные кредиты выдаваться не будут под минимальные ставки. Они будут выдаваться по коммерческим банкам. Субъектам федерации будут выдаваться коммерческими банками под коммерческие проценты. Грабеж. Понимаешь? Да, то есть банки обеспечивают себе стабильную прибыль. Причем при минимальных телодвижениях. Кредит государственным структурам фактически наименее рискованным. Почему? Потому что так или иначе государство рассчитать. Налоги все равно будут собирать. Так или иначе по коммерческой фирме там риск выше. А государственным структурам риск очень низкий. Приватизация. Вот к чему все идет. То есть они пытаются оставить государство только... Сделать так, что это государственные структуры. Они будут решать только задачи населения, связанные с этими общественными социальными вопросами. И только на это им будут выделяться ресурсы. Все остальное оказывается на уровне выше. Как был Советский Союз? Мы решаем, где строить предприятия, что развивать, куда двигаться. Это было при ЦК КПСС. Соответственно они собирались. Были институты по планированию. Все, планы эти разрабатывали. Сейчас у нас в России нет стратегического планирования. На уровне государства. Где какие заводы строить, какую экономику развивать. На 2 года у них планы или на 3. Совсем смешно. Это не может быть стратегическим. Стратегический план делается на десятилетия, на столетия. Куда, что мы двигаемся. У нас нет институционально этих структур, которые должны этим заниматься. Значит они есть где-то в другом месте. И нас последовательно встраивают в мировую систему. Еще интересный момент. Кризис, кризис, кризис. Что такое кризис? Война. Все воюют. Разрушается инфраструктура. Куча ресурсов уничтожается. Нарушаются возможности доставки. Понятно, идет инфляция. Производство невозможно обеспечить. Производство восстанавливается. Есть четкие, конкретные причины. Почему у нас происходит нарушение в экономике. Резкая инфляция и падение производства. Вопросов нет. Война. Это кризис. Природный катаклизм. Тоже кризис. Природный катаклизм. Цунами, землетрясения. Разрушена инфраструктура. Куча материальных ресурсов уничтожена. Строение, недвижимость уничтожена. Тоже потери. Понятно, что тут может возникнуть инфляция. Может быть локальная. Может быть на уровне государства. Потому, что надо компенсировать, что эти ресурсы потеряны. И у нас здесь может быть какая-то проблема с экономикой. Мы не можем. В Японии, если будет масштабное землетрясение и у них экономика встанет. Потому, что они не могут просто физически ее обеспечить. Тоже все понятно. Вот он кризис. Причина кризиса. Теперь смотрим. Кризис того же 2008 года. Как нам говорят. Банки, что-то там. Какие-то кредиты кому-то дали. Кредиты не вернули. И вот все. Кризис. Мы не можем ничего производить. Смотрим. Производство на месте? На месте. Добыча идет? Идет. Все ресурсы производятся? Производятся. Почему застопорилось? А потому, что кто-то наверху принял решение, что нужно ограничивать производство. И просто деньги в экономику не запускать. Я когда стал это анализировать, выяснил, что с деньгами все очень интересно в предыдущие периоды было. Сейчас деньги не функциональны с точки зрения как товар. Прежде чем ты сможешь как-то их с пользой употребить, то есть там право только потенциальное. Ты не можешь использовать деньги. Ты их не можешь есть. Ты их не можешь использовать для каких-то материальных целей. Ты должен их обязательно обменять на товар. На какой-то ресурс. А потом только ты сможешь его для каких-то практических нужд употребить. И почему деньги очень резко обесцениваются во время любых катаклизмов, войн. Потому, что вот все. Инфраструктура разрушилась. Товары, ресурсы подвести нельзя. Вот если ты обладаешь каким-то жизненно необходимым ресурсом. Да, он очень ценен. Потому, что у тебя куча денег, тебе это ничего не дает. Потому, что ценится именно реальный ресурс, который тебе позволяет выжить. Вот. И я стал смотреть, а как в прошлом. И оказалось, что вот даже то, что мы сейчас называем золотом, да. То есть совсем недавно золотом назывался не металл. А что? Золото – это злато, это злаки, это зерно. То есть вот зерно было универсальным средством обмена. Ну, про такое я тоже читал, что там зерно действительно, ну да, его едят. В общем-то, его все едят. Зерно использовалось как универсальный эквивалент при обмене. Опять же, чем это было обусловлено? Большая часть населения жила на земле. Сами производили это зерно. Да? Крестьяне. И сами его ели. И опять же, кому там армии нужно кормиться, еще кому-то там, ремесленникам нужно кормиться, с ними можно обменивать те товары, которые производят, можно и у них обменивать на зерно. И опять же, его можно употребить в пищу, в случае чего, да. То есть это был такой универсальный элемент обмена, причем обладающий практической ценностью. Вот. Причем самое интересное, что когда мы говорим давать в рост. Да? Вот деньги дают в рост. Так вот на самом деле золото давали в рост, то есть зерно. Каким образом? У тебя не хватает материала для посева, то есть семян. Ты идешь, берешь мешок, возвращаешь два. И при том, что у тебя с одного зерна вырастало пять-шесть новых зерен, если все хорошо, то как бы ты два мешка отдавал и вроде как и было нормально. А три мешка, два-три мешка у тебя оставалось. Хотя понятно, что ростовщик, который в рост давал, он получал очень высокий уровень возврата дохода. Если он правильно все это организовывал, то есть он быстро богател. Но тем не менее, у нас даже в языке это осталось, давать в рост. Золото невозможно дать в рост, а вот оно идет в рост. То есть это были как бы первичные деньги как таковые. Если мы смотрим на золотые монеты, то там выясняется, что изначально это были средства учета уплаты налогов. И казна, она именно вот эти золотые монеты, золотые токены. То есть ты мог уплатить налог либо вот этими монетами, либо натуральным продуктом сдать. зерно, опять же пушнину, там еще что-то. Либо натуры, либо вот этими токенами. Уплата налогов в основном шла раз в год. А все остальное время вот эта государственная машина, вот эти правители, они этими токенами у тебя с тобой рассчитывались, монетками. И когда проходила уплата налогов, ты говорил, да, вот на эту сумму вот эти монетки я уже тебе отдал в течение года, а на остальное я тебе товар. Вот. Я стал, когда первый раз про это прочитал, думаю, а есть какие-то подтверждения. Тут я значит нахожу ролик, там значит лекции тоже по экономике, там в ходе этих лекций, там женщина выступает, она говорит, ну фактически до конца девятнадцатого века банки выдавали кредит золотыми монетами исключительно для уплаты налогов в казну. То есть, как бы информация совершенно с неожиданной стороны подтвердилась. Ну казна просто требовала золотые, не медные, не серебряные. Медные и серебряные, понимаешь, как биметаллическая система прекратила существование, вот когда они, какой там год, 1876 год, когда они в Париже приняли, что только золото будет являться основной международной валютой. Вот. И фактически после этого биметаллическая система прекратила существование. То есть, монеты, как вот золото имеет первичную стоимость, а все остальное, это часть вот этих золотых монет просто делилась на части и они не имели своей собственной стоимости. До того, как вот это было принято, была биметаллическая система, серебро имело свою стоимость, как бы золото имело свою стоимость. Потом это как бы упразднилось. Значит, осталось только золото в качестве основного эталона стоимости. Вот. Но это уже детали как бы несущественные. Смысл в чем? Что вот эти металлические деньги сначала появились как средства обслуживания налоговой системы, а уже потом они перекочевали вообще как средства всеобщего обмена. То есть, много говоря, население в основном вело в натуральный обмен. Ну и скорее всего за это… Я просто находил свидетельство, что да, и с мельниками тем же зерном расплачивались крестьяне, и с кузнецами тоже расплачивались зерном. То есть, на уровне населения, на нижнем уровне обращения денежного почти не было. Оно было в городах, оно было на уровне элит. Вот. То есть, там был в основном натуральный обмен. То есть, в принципе, бартер, да, он и сейчас может существовать. Сейчас вот если нам разрушат финансовую систему, да, как было в 92-м году, когда 2500 раз уровень инфляции. Да, и что сделало? То есть, тот, кто это организован, решил, что все, сейчас экономика накроется, тут ничего не будет. Вдруг выяснилось, что экономика в России, она не накрывается. Она продолжает как-то функционировать. А как? Оказывается, тут народ перешел на бартер, на прямой обмен. Вплоть до того, что кроме бартера еще были, так называемые, суррогатные деньги. То есть, выписывали в векселя. Есть историю, можно найти, например, типа, кирпичные деньги. Да, когда один из кирпичных заводов стал просто распитки давать, что он кирпичом, если что рассчитать. Все эти распитки вдруг стали ходить между предпринимателями в городе, как деньги. Они стали ими обменяться. Вот. Потому что они обеспечены кирпичом. А рубль в тот момент, он очень быстро дешевел. Кирпич оказался тверже рубля. Кирпич оказался тверже рубля. Вот. То есть, бартер. И что делает элита, когда она обнаруживает, что это бартер? Что было сделано в России? Он тут же был выведен вне закона. То есть, были приняты законодательные акты, которые фактически бартер запрещали. То есть, они пытаются все равно заставить всех работать через денежную систему. Ну, и они же так тогда могут контролировать. А если бартер, вы там внутри себя меняетесь. Все правильно. Но это означает, что возможна экономика безденежная. В принципе, возможно. Но какая невозможна экономика? Невозможна экономика без учета. Вопрос, каким образом будет вести учет. Я к чему подвожу? К вопросу про коммунизм. Когда говорят, вот коммунизм, денег не будет. Хорошо. Денег не будет. Вы убираете вот эту систему перераспределения прав через денежные механизмы, через систему учета в виде денег. Но вы не можете создать сложную экономику, технологическую экономику, где идет распределение труда, без какой-либо системы учета вообще. Ну, будут там в Зюгановках, в каких-нибудь трудоднях. То есть, коммунизм в том виде, как он продекларирован, он фактически невозможен. Все равно нужна будет некая система учета. Дальше коммунизм, как он декларируется, он возможен только, когда у вас есть избыток ресурсов. Потому что, когда у вас недостаток ресурсов или какая-то кризисная ситуация, вы все равно будете ввести нормы потребления. Чтобы ограничить, сколько может потреблять конкретный человек. Это то, что называется иногда в литературе военный коммунизм. Но все равно это должно присутствовать. Если мы посмотрим СССР, то там были элементы коммунизма. В каком виде? То, что социальные многие вещи, они были для населения бесплатны. Они не были бесплатны в целом для системы. То есть, просто ресурсы на эту часть нужд, они выделялись по другой схеме. Но для населения вот эти образования, медицина, там много вещей, они фактически были бесплатны. Жилье бесплатное? Жилье бесплатное. Да. Почему? Потому что избыток ресурсов забирало в себе государство целиком. И потом этот избыток государством перераспределялся. Вопрос эффективности этого распределения, это уже следующий вопрос. Понятно, что там особенно под конец он стал неэффективным. Но тем не менее, это именно вопрос распределения избытков. Кто распределяется вот этим избыточным ресурсом, который мы произвели. То есть, вопрос эффективности экономики, это вопрос, насколько много этого избытка у нас получается. А дальше вопрос распределения. И вот если мы берем капиталистическую систему, то мы видим, что в конечном итоге избыток ресурсов, который производится, он оказывается под контролем именно у элиты. Правильно, если они берут процент дополнительный. Причем даже не у элиты, которые производят. А вот этой финансовой элиты, которая тебе выдает вот эти деньги на производство. То есть, разрешение на использование ресурсов. И в конечном итоге, ты им основные права на избыток и все ей передаешь. А, кстати, интересный тоже вопрос. Я иногда задаю, люди потеряются и не могут ответить. Существуют ли сейчас системы, в которых безденежные формы отношений? Крупные системы? Вот как ты думаешь? Крупные? Не, ну я знаю, что существуют бартерные системы и бартерные, кооперативы. Ну да. Но у нас просто сейчас прямо непосредственно существуют крупные системы, где идет практически безденежная форма отношений. Это армия. Вот если мы посмотрим армию, вот я сам служил, я просто это знаю изнутри. То есть, в армии на уровне армейских процессов нету денежных отношений. Там отношения ресурсные. То есть, у нас есть взвод, мы живем на точке, мы получаем довольствие, мы состоим на довольстве. Нам положено определенное количество продуктов регулярно получать. Нам что-то нужно, мы делаем заявку в штаб, нам там подписывают накладную, я с этой накладной иду на склад, мне выделяются склады ресурсы. Я эти ресурсы получаю, привожу и трачу, потом отчитываюсь, я это потратил туда, туда, туда. То есть, денежных отношений внутри этой модели нет. И армия в целом, она с внешним миром функционирует за деньги, обмен происходит. То есть, из бюджета выделяются деньги, и она за эти деньги ресурсы приобретает. Но когда они попали вовнутрь, внутри они перераспределяются уже не денежными механизмами. Распределительными просто. Да, распределительными. Но при этом, обратив внимание, что система учета там присутствует. И она во многих случаях достаточно строгая. Так, и мы к чему-то дойдем. Что, если мы говорим про какую-то другую модель, то мы можем говорить о чем? Что, понимаешь, суть не в том, будут ли там деньги. Вот когда говорят, мы хотим построить коммунизм. Отлично. Я говорю, ну там не будет денег, мы все будем без денег получать. Нет, ребят, не получится. Значит, вы должны ввести все равно какую-то систему учета ресурсов, систему учета. Опять же, вам нужно, чтобы производство могло отдать товар на другое производство. Себе как-то учесть, что оно что-то произвело. А там потом приобрести где-то в другом месте какие-то другие ресурсы. Нужно. Значит, вам все равно придется ввести некий аналог денег. Просто, может быть, он будет выглядеть по-другому. То есть, он будет называться по-другому. Но у вас будет некий аналог. Вы все равно зачтете им этот ресурс. Запишите какие-то цифры, что они столько-то произвели. Они на эту сумму могут что-то где-то потребить. Почему им нельзя дать потреблять вообще сколько они захотят? Потому что у вас все равно материальный ресурс должен возникнуть. Вы все равно должны ввести учет, сколько у вас ресурсов есть в экономике. Потому что иначе у вас может получиться просто дисбаланс. Соответственно, у вас в том или ином виде деньги будут в экономике присутствовать. Они могут называться по-другому еще как-то. Можно армейский принцип? Ну, с натягом можно, но он просто более сложный с точки зрения экономики. Потому что каждый раз конкретные накладные писать и учитывать. Хотя, в принципе, современные компьютерные системы позволяют и такую модель реализовать. Вполне. Но, тем не менее, когда у вас есть некий универсальный, пусть это будет энергетический рубль или еще какой-то, некий универсальный эквивалент обмена, через него учитывать и рассчитывать потребности бывает проще. Но в этом случае мы должны о чем сказать? Что мы должны создать такую финансовую систему, которая не имеет недостатков, имеющихся в современной. Первый главный недостаток – это изменение стоимости денег, изменение покупательной способности денег, которая вообще непонятно кем контролируется. То есть, она происходит стихийно, она происходит по каким-то якобы рыночным законам. Но реально, если начать разбираться, все равно есть люди, которые этот процесс запускают и контролируют. Любое падение валют в какой-то стране – за этим всегда стоит какой-то из кланов мировой элиты. Соответственно, мы должны сказать о том, что мы должны ввести некий другой механизм определения покупательной стоимости этих денег. Мы должны выработать механизмы эмиссии этих денег. То есть, в какой момент у тебя возникает право на получение товара. То есть, когда ты труд затратил, произвел товар, ты его отдал предпринимателю, и у тебя возникает право на получение какого-то другого товара взамен. Фактически, в этот момент произошла эмиссия денег. Когда товар потребился, я пошел, это свое потенциальное право отменял на конкретный товар – все, у меня, по идее, эти деньги должны быть списаны. То есть, другая модель. Единственное, что неудобно постоянно делать эмиссию, выпускать деньги и аннулировать деньги, значит, там мы начинаем придумывать механизмы внешней эмиссии. Но мы сегодня можем учитывать достаточно точно, сколько у нас товара есть, ресурса избыточного, который может перераспределяться. И если у нас происходят какие-то катаклизмы или непредвиденные потери, мы можем это учесть, мы можем эту сумму скорректировать. То есть, мы можем вести плановый учет покупательной способности денег и сколько у нас единиц может быть в обращении. Следующий важный момент, смотри, что у нас не могут быть единые деньги для населения, для экономики и для международного обмена. Вот что было сделано в СССР правильно при Сталине? У нас были разные деньги. Разные контуры. Разные контуры. И это обеспечило устойчивость системы. Соответственно, мы тоже должны сказать, что у нас для населения, для бытового потребления, это у нас одна система учета и одна система перераспределения. Для экономики, для промышленного производства. Понимаешь, мне не нужны как населению те товары и те ресурсы, которые потребляет металлургический завод. И поэтому приравнивать мои рубли и его рубли нет необходимости. То есть, я могу это сделать разными контурами. И самое главное, что международная система обмена, да, там должно быть очень четко. Вот мы продаем товар, мы получаем какой-то, пусть золотые рубли, доллары, не важно что. Мы должны эти доллары обменять на какой-то другой товар или услугу. Что происходит сейчас? Вот смотри, как работает современная колониальная система за счет валютных механизмов. Вот правильная модель. Нефть есть в России, нефть продается за рубеж. Мы получаем доллары за эту нефть. Дальше мы эти доллары обмениваем за границей. То есть, часть мы переводим в рубли, продаем зарплату. А основную часть мы тратим на товары, услуги за рубежом. То есть, покупаем лицензии на какие-нибудь технологии, покупаем оборудование, привозим в Россию. Все, у нас произошел обмен товар на товар, услуга на услугу. Что происходит сейчас? Доллары попадают в Россию. Центробанк выкупает часть этих долларов. Раньше он выкупал вообще 75%, там был период с 90-х, когда была обязательная продажа 75% валюты Центробанку. Сейчас этот процент меньше. Сейчас он тоже где-то около половины выкупает. И что он делает? Он эти доллары меняет на рубли и отдает тот тому, кто эти доллары привез в страну. А что он делает с долларами дальше? Он их меняет на товары и услуги? Нет. Он говорит, это будет золотовалютный резерв. А как хранится золотовалютный резерв? Центробанк идет в Соединенные Штаты и покупает долговые обязательства федерального правительства. Так называемый трежиссер. И реальные доллары, которые можно обменять на товары и услуги, возвращаются в США. А мы получаем долговые обязательства. Причем, смотрим процент долговых обязательств. 0,25%. 0,5%. То есть, это очень низкий процент, вообще минимальный. Но якобы они супер-пупер надежные, поэтому у них такой низкий процент. А потом, что говорят нашим предпринимателям? Чтобы развивать экономику, вы должны пойти и за границей взять кредит за 5-6%. То есть, наши сейчас предприятия реально могут получить кредит по ставке от 5 до 6% годовых. То есть, эта ставка уже больше чем 0,25% в разы. То есть, если просто наши же доллары нам обратно вернуть под эти проценты, уже получается плюс. То есть, почему наш Центробанк не отдал экономику эти деньги под меньше процента? Почему мы эти проценты вынуждены платить за границу? Ну, колониальная экономика. Колониальная экономика. И получается, что вот эти рубли, они приходят в страну, и они не обеспечены товаром. Где товар, который мы нефть продали, получили деньги? Мы должны были за него получить товар, принести сюда, и тогда эти рубли, которые в экономику попали, они могут быть наполнены товаром, который пришел за доллар. А раз у нас рубли пришли, а доллары ушли за границу, то у нас получились рубли, не обеспеченные товары. У нас получается инфляция. А главное, что за счет этих золотовалютных резервов, из-за того, что мы деньги вернули в экономику США, вот теперь федеральное правительство, получив эти доллары, раздает их военным, пенсионерам, по социальным программам всяким, госслужащим. И они начинают на них покупать товары и услуги. И получается, что инфляция происходит не в Соединенных Штатах, если бы они просто доллары выпустили, а она происходит у нас, она к нам перенесена. То есть, за счет вот этого механизма они инфляцию перенесли в развивающиеся страны. То есть, они с нас собирают вот эти избытки ресурсов, переводят их себе и раздают, часть из них делится со своим населением, у них очень высокий уровень жизни. Когда говорят, вот у нас плохо развит малый бизнес, у нас плохо развита сфера услуг. Я говорю, ребят, а как она может быть развита, если у населения денег с трудом хватает на прокорм? Большинство больше, как у нас сейчас последний новый термин – работающая бедность. То есть, людям платят ровно столько, чтобы они не сдохли с голоду. Откуда возьмется сфера услуг? У меня нечем заплатить за услуги, да, я бы готов не стирать у себя белье дома, отдать его в прачечную, если бы не было чем за это заплатить. Я сейчас, получается, днем работаю на работе, потом я прихожу домой, я работаю по хозяйству, себя обслуживаю. Что такое сфера услуг? Я перекладываю эту работу по хозяйству, я перекладываю на сферу услуг. Я не стираю дома, я отношу в прачечную. Я не готовлю ужин, я иду в кафе. У меня нет денег заплатить за кафе, у меня нет денег заплатить за прачечную. Я вынужден сам себя обслуживать. И поэтому у нас не может быть мелкого и среднего бизнеса, который работает сфера услуг, потому что у нас вся сфера услуг обслуживает только олигархов, богатых, плавающую элиту. То есть, у нас есть сфера услуг для богатых, потому что они могут за это заплатить. Но у нас нет сферы услуг ни для среднего класса, ни для бедных. Ну, какие-то услуги есть, но, конечно… Ну, в том объеме, как она есть на Западе. А почему там возможно? Потому что у них тот уровень избытков, с которыми элита с ними делится, он просто больше. И они могут их дальше запускать на какие-то еще процессы. То есть, что такое избыток? Возьмем пример с зерном, как это было изначально. Вот мне, чтобы кормиться, нужно килограмм зерна на неделю. А я вырастил два килограмма, и один килограмм могу потратить кому-то еще. Кого-то нанять или кузнецу заплатить или еще что-то. Если я пошел работать, и со мной рассчитывается снова зерном, то если мне платят один килограмм, мне его хватает только на прокорм. Если мне платят два килограмма, то есть, мне платят больше, чем мне нужно на прокорм, я вот этот избыток могу опять потратить на кого-то. Кого-то нанять, чтобы он за меня сделал какую-то работу. Так вот, нам платят зарплату ровно такую, которую нам хватает на то, чтобы только себя обеспечить. Мы никого кроме себя обеспечить не можем. За счет этого мы не можем тратить деньги на какую-то еще сферу услуг. Мы не можем кого-то нанимать, чтобы они делали за нас какую-то работу, которую нам делать или некогда, или мы хотим потратить время не на домашнее хозяйство, а на самосовершенствование, пойти в спортзал позаниматься или с детьми время провести. То есть, нам оставляют ровно столько ресурсов, чтобы мы не сдохли в голод. А сейчас уже местами даже меньше. Да, народ тут ругается. Так, тогда вывод какой? Вывод какой? Ну смотри, поскольку деньги это лишь система учета, дальше встает вопрос, кто учитывает, кто контролирует систему учета и кто определяет правила игры. На сегодняшний день это финансовые олигархи, мировая финансовая элита, которые даже уже надгосударственные. То есть, они уже не подчиняются государству. У нас Центробанк не подчиняется государству. Соответственно, государство на это влиять никак не может. Если мы говорим, что нам нужно новое общество и новая система, мы должны сказать, что нам в том числе нужна новая модель финансовых отношений. И в том числе, как оно было в СССР, нам нужна многоконтурная модель. Самое простое, вот сейчас банки банкротятся, и предприятия, у которых там счета, они фактически становятся недееспособными. Обанкротился банк, там какие-то чиновники этого банка, служащие банка, что-то накуролесили, Центробанк у них лицензию отозвал, а пострадали предприятия. Возникает вопрос, почему предприятие держит счета в банке? Потому что он может вести только безналичный расчет. То есть, у нас сейчас другого для крупных сделок формы нет. Значит, нужно сказать, что у нас должны быть государственные расчетные центры, и все текущие операции, связанные с непосредственной жизнедеятельностью, с деятельностью предприятия, они должны идти через эти расчетные центры, которые не участвуют в коммерческой деятельности, которые не участвуют в рисковых операциях на бирже, которые не участвуют в инвестициях каких-то. Они занимаются только обеспечением текущих процессов экономики. И каждое предприятие должно само решить, сколько денег оно может выделить из оборотных следствий, если у него есть лишние деньги, и пустить на вот эти инвестиции. И на Западе, кстати, подобная модель частично реализована. У них есть инвестиционные банки, инвестиционные компании. И у них есть обычные банки. И вот обычные банки не имеют права делать рискованных инвестиций. Да, в общем, все это непростые финансовые вопросы. И, наверное, главная тема в том, что деньги – это контроль ресурсов. Это не просто бумажки какие-то. То есть, деньги – это система перераспределения прав. И мы сами соглашаемся, что наши права ущемляются и перераспределяются с помощью этой системы. Да. А над будущим-то надо подумать. Над какой системой нам она была бы более справедливой, что ли, или подходящей. Пусть зрители над этим и задумываются. Так, спасибо. Спасибо.